Ученые Казанского федерального университета разработали уникальный метод производства пировскитов. Это вещества, обладающие фотолюминесцентными свойствами. Ранее использование пировскитов в производстве было невозможно, поскольку из-за изменения условий окружающей среды они становились нестабильными. Новый подход к их изготовлению позволил решить проблему. Ученые объединили несколько этапов создания материала в один. Метод они назвали зеленым, поскольку в результате производства не остается отходов. Мы засунули все в экструдер, получили сразу же гранулы, которые уже пригодны для изделия. Поэтому у нас первая очередь – это экономичный подход. Он легко масштабируем. Процесс экструзии – это процесс, который используется в производстве. Мы можем нашу методику легко передать каким-то заводам, чтобы они это переделали без необходимых доработок. Мы получаем готовые изделия и минимальное количество отходов. У нас в производстве отсутствуют отходы какие-либо вообще. Область применения у технологии достаточно ограниченная. С ее помощью можно сделать производство светодиодных лент, светильников и жидкокристаллических мониторов дешевле. Все дело в веществе, которым покрывается светодиод – люминофоре. Вот сейчас используется люминофор на основе редкоземельных металлов. Это дорого, не всегда универсально. И причем мы живем в области, где солнца не так много. Поэтому мы всегда находимся в среде искусственного освещения. Так получается, что там есть провал зеленой области, и поэтому это очень сильно влияет на зрение, на эмоциональную составляющую. Наиболее лучшая спектральная характеристика – это ближе к солнечному свету. Это как раз таки комбинируя, то есть так как мы можем получить цвет свечения от красного до синего, мы можем подобрать и сделать так, чтобы у нас был спектр максимально ближе к солнечному свету. Соответственно, это первое применение таких композитов – это изготовление светодиодов. Помимо значительного удешевления процесса производства светодиодных осветителей и дисплеев, технология может помочь в переводе невидимого излучения, к примеру, рентгеновского – «видимое». Основное преимущество технологии – возможность применения в домашних условиях. Все, что нужно – сам материал и 3D-принтер. Статья о разработке ученых была опубликована в научном журнале «Editive Manufacturing». Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюз.